Строительство дистрибьюторского центра в деревне Есипово продиктовано успехом фирмы IKEA в России и большими планами по дальнейшему освоению российского рынка. Сейчас в стране существует пять магазинов IKEA. К 2007 году их число должно возрасти до девяти. Перед тем, как товары фирмы попадут на прилавки, они должны пройти таможенный контроль. Вместе с дистрибьюторским центром в Есипово открылся таможенный пост для продукции IKEA. Для нас это огромная веха в нашем сотрудничестве с таможенной администрацией. Мы очень горды этим сотрудничеством. Для таможенного контроля своей продукции в Есипово IKEA предложила уникальный метод – оформление электронной таможенной декларации с цифровой подписью. Электронное декларирование позволяет хранить информацию о товаре не на сотне листов бумаги, как это принято, а в базе данных компьютера. По словам руководителей IKEA, это позволяет экономить фирме 60 тысяч долларов ежегодно. Компьютерная программа позволяет даже находить ошибки таможенников. Руководство российской таможни хотело бы внедрить опыт работы на Есиповском терминале и в других своих подразделениях. Если действительно мы хотим быть прозрачными по всей таможенной службе, нам нужно вручить таможенные кадры. Мало нет компьютеров, это действительно тоже проблема перед таможенной службой. Центр IKEA компьютеризирован полностью. Даже автопогрузчики, работающие на складе, оснащены компьютерами. Специальная программа подсказывает водителю место, откуда надо забрать короба и где удобнее их разместить. Благодаря высокой пропускной способности склада, товары IKEA оказываются в фирменных магазинах уже через два дня после прибытия в Есипово. Налоговое отчисление фирмы IKEA в бюджет Солнечногорского района составляет около 30 миллионов рублей за полугодие. Плюс ко всему, дистрибьюторский центр предоставляет рабочие места. Из 135 работающих здесь сотрудников – половина солнечногорца. До 2006 года фирмы IKEA планируют расширить свои территории в Солнечногорском районе. Продолжение следует...